Добрый вечер! Меня зовут Анастасия, я учитель итальянский и английский. Мы начнем классе, которая называется «И пронумы possessивые и анималии доместичные». Дорогие друзья, приветствую вас на вебинаре, посвященном притяжательным местоимениям и, как это ни странно, может вам показаться домашним животным. Усямо куменчары, сеты пронти? Готовы? Скрипят его на пиусы, сеты пронти? Ставим плюсики, если вы готовы. Си, куменчамо. Alors, cosa facciamo oggi? All'inizio noi impariamo una regula con oscenza l'articulo. Для начала мы обращаем наше внимание на правило. С артиклем мы используем притяжательное местоимение, либо же без. То есть, вот у нас существительное, притяжательное местоимение. Нужен артикль, либо не нужен перед ним. Разберемся. Número due. Se chiama i pronomi possessivi per i sustantivi nella forma singolare e plurale. Как следует из второго пункта, мы поговорим о притяжательных местоимениях для существительных единственного и множительного числа. Допо, número 3, коллегато con la forma singolare e plurale. Vi farò vedere lo schema. Я продемонстрирую вам схему перехода притяжательного местоимения из единственного числа во множественное. Чтобы вам стало проще и понятнее, как же можно сделать местоимение. Четвертым пунктом мы с вами будем активно отрабатывать изученный материал. Но не расслабляйтесь, потому что задания будут присутствовать в каждом из пунктов, которые мы будем проходить. И в конце нашего занятия мы послушаем с вами как же говорят домашние животные на итальянском языке. Сите пронят? Сите пронят? Сите пронят? Сите пронят? Смотрите, сайте, 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 и пишите, пожалуйста, 1 плюс. Bene, cominciamo! E vedete cosa abbiamo qua? Abbiamo il gatto. Vedete? E mi piace tanto. C'è un altro disegno e c'è scritto il mio gatto. Il gatto è il mio gatto. Vedete, il gatto se usa con l'articulo il. У нас gatto, in russo gatto. Gatto, кто такой? Может, у нас какая-то обманчивая картинка? Кто такой gatto? Сcrivete-me. In russo. Como se traduce gatto in russo? Perfetto. Cod. Allora, cod в итальянском также мужского пола, да? Соответственно, используется с артиклем il. Si? Anche vedete questo uomo con il gatto e immaginiamo che lui dice il mio gatto. И вот мужчина у нас на картинке так обнимает крепко своего кота и говорит мой код. Atenzione, usiamo l'articulo o no? Итак, выражение, которое мы переведем, мой код, il mio gatto. Используем мы артикль или нет? Конечно же, используем. Вы уже видели. Иль-ми-о-гатто. Allora, come si dice in italiano? КОТ. Сcriветеми, per favore. Come si dice in italiano? КОТ. Сcriвете solo una parola. Bene. Итак, КОТ по итальянски, il gatto. И как си dice in italiano? Мой код. Мой код. Ora, scrivetemi, per favore, come si dice in italiano? Мой код. Перфetto! Брависсими! Ох и я буду... Và мы и умеем. Звår изchatь. Сей? Видите? Иль-кане. Иль-кане. atenэ. И раньше, к'яе, у него есть еще раз, Иль-ми-о-канэ. Как мы видим! Следует движение на слайме. Иль-ми-о-канэ. Иль-ми-о-канэ. И видите, здесь вы также видите. Узьямо л'articulo. Почему здесь mio? Потому что cane, как следует из надписи слева, по артиклю мы понимаем, что это у нас мужской род. Вот собака в русском женского, в итальянском мужского. Иль, cane, иль показатель мужского рода. Поэтому моя собака, по-русски моя согласуется с собакой, вот и в итальянском mio согласуется с cane. Cane, мужского рода, соответственно, mio тоже мы ставим мой, да, если мы дословно называем мой пёс. Иль, мио, cane, mio согласуется с cane. И то и другое у нас получается мужского рода. Артикль сохранили. Иль, мио, cane. Капито? Позьямо андаре аванси. Итак, вы поняли? Можем с вами двигаться дальше. Позьямо андаре аванси. 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 Камьяк, перфекто. Мой хамьяк. Мой хамьяк. Мой хамьяк. Видите, что в крикетах есть артикул «Ил», и в моем крикетах есть артикул «Ил». Мы сохраняем артикул. Это уже понятно. «МИО», поскольку у нас кричает мужского рода, слово «МИО», притяжательное местоимение согласуется у нас в роде и в числе с существительным, к которому оно относится. «Ил МИО кричает мой хамьяк». Амьяма аванки. «ЛА КОКОРИТА». «ЛА КОКОРИТА». «ЛА КОКОРИТА». «ЛА КОКОРИТА». «COME СИ ТРАДУЦЕ ПОПУГАЙ?» «BENE!» «Е КОМЕ СИ ДИЦЕ ИН ИТАЛИАНО МОЙ ПОПУГАЙ?» «СКРИВЕТЕМИ, ПЕР ФАВОРЕ, КОМЕ СИ ДИЦЕ ИН ИТАЛИАНО МОЙ ПОПУГАЙ?» «СТО АСПЕТАНДО МОЙ ПОПУГАЙ ИН ИТАЛИАНО». «ЛА МИЯ КОКОРИТА». «ЭДЖАВА ДЕЭТЕ?» «КЕЙ ИН ИТАЛИАНО ПОПУГАЙ?» «ЭТЕМ МИНИЛЕ». «Вам уже стало понятно, что в итальянском языке попугай женского рода». «Соответственно, на это нам указывает артикль «ЛА». «И, соответственно, выбирая притяжательное местоимение, говоря «МОЙ ПОПУГАЙ» в итальянском языке, мы выбираем форму «МИЯ». «ИЛ ПАПАГАЛЛО». «Си, certo, possiamo dire «ИЛ ПАПАГАЛЛО», «посiamo anche dire «ЛА КОКОРИТА». «ИЛ ПАПАГАЛЛО» – это у нас синоним, да? «ТОич, КОКОРИТА, ПАПАГАЛЛО». «У КАЛЕ ПРИФЕРИТЕ?» «Вибирайте любой вариант, который вам больше нравится». «ЛА КОКОРИТА», «Почему я взяла ЛА КОКОРИТА?» «Потому что до этого у нас в мужском роде». были примеры, я решила выбрать вам в женском «ЛА КОКОРИТА». Да, смутило вас немножко, но ничего. «ИЛ ПАПАГАЛЛО», конечно, как вам больше нравится. Да, а теперь у нас сейчас «ЛА КОКОРИТА» – женский род. «ЛА МИЯ КОКОРИТА» – артикль женского рода «ЛА». «МИЯ КОКОРИТА». «ЛА МИЯ» показывает нам на женский род. «ПОССЯМО ОДАРА АВАНТИ?» «МОЖЕМ СЕМИ ДВИГАТСЯ ДАЛЬСЯ». «ПОССЯМО ОДАРА» «АЛЛОРА», «КОН О СЕНЗА ЛАРТИКОЛО». È un gioco piccolo, diciamo così, perché ci sono le frasi, у нас тут с вами фразочки. Dobbiamo trovare tre sbagli. Наша с вами задача. Обнарожить и искренить три ошибки. Vi leggo una frase. Amo tanto la mia gatto. Amo tanto la mia gatto. Ma c'è uno sbaglio? Есть ли тут ошибка? E qual è lo sbaglio? И какая у нас тут ошибка, если она есть? Perfetto. Gatto. Articul. Мужского рода. Mio соответствует мужскому роду, потому что gatto диктует, что нужен мужской род. Pues, mi piace tanto la mio criceto. Mi piace tanto la mio criceto. La mio criceto. Ma c'è uno sbaglio o no? Mi piace tanto la mio criceto. Mi piace tanto la mio criceto. Il mio criceto. Il mio criceto. Il mio criceto. Certo. Perché? C'è uno sbaglio. C'è uno sbaglio. C'è uno sbaglio. А то, что тут написано, la mio criceto, non è vero. Ничего в этом. Да? Ничего подобного. C'è uno sbaglio. C'è uno sbaglio. Poi. Il mio criceto. beve tant'acqua, perfetto, diciamo la mia cocorrita beve tant'acqua, la femminile, mia femminile, cocorrita femminile, да, у нас соответствует все женскому полу, поэтому la mia cocorrita, andiamo avanti. Io vi devo dire che siete bravissimi, вы молодцы, вы настолько замечательно и активно выполняете все задания. Allora, la prima parte della regola è che noi usiamo l'articolo con pronomi possessivi, значит, вы уже поняли, что мы используем артикль с притяжательными местоимениями. Ma ogni regola ha eccezioni, в каждом правиле есть свои исключения. Вот, мои дорогие друзья, guardiamo l'articolo non si usa, quando diciamo mio figlio, mio fratello, mio padre, mia madre, mia sorella. Traducendo in russo questo suona come, мой сын, мой брат, мой папа, моя мама и моя сестра. Si, parlando della arentella, когда мы говорим с вами о родственниках в целом, о тех, с кем у вас родственные связи, мы артикль не используем, конечно же, да, меняем пол смело, да, mia figlia, и уже говорим про дочь, да, mia figlia, если хотим. Да, кто-то уже у нас забегает вперед, хорошо, молодцы, мы идем с вами поэтапно движемся. Да, да, поэтапно, молодцы, новissime. Allora, già conoscete la regola? Perché devo spiegarla di nuovo? già conoscete tutto? Вы уже выучили правила, изучили, вы все знаете, замечательно, вы уже можете рассказать и мне, да. Bene, corretti, правильно, хорошо, повторение, мать, учения. Allora, andiamo avanti, non usiamo l'articolo con queste parole, anche con la parola figlia, se c'è, e con tutta la parentela singolare, come l'avete già detto. Andiamo avanti e continuiamo con questa regola parlando della parentela. L'articolo si usa con le parole, да. Когда же мы будем все-таки использовать артикль, говоря о членах семьи? Se c'è una parola babbo, babbo, да, papa. Il mio babbo, вы скажете. Несмотря на то, что это член семьи, запоминаем babbo, mamma и loro. Loro в переводе означает их. Если же у вас вы видели babbo, тут же у вас такой щелчок, и вы понимаете, артикль нужно поставить. Il mio babbo, мой папа. La mia mamma, моя мама. Да. Il loro fratello, la loro sorella. Слово loro появилось. И опять-таки же мы ставим артикль. А il mio babbo. Мой папа. Il mio babbo. Моя мама. La mia mamma. Их брат, il loro fratello. Их сестра, la loro sorella. Скрипете-ми, per favore, come si dice in italiano их мама, но вместо мама используйте, пожалуйста, madre, их мама, но вместо мама используйте, пожалуйста, madre. La, loro, madre. Madre femenile, madre у нас женского пола, поэтому мы ставим артикль la перед словом loro, которое требует перед собой артикль, несмотря на то, что член семьи madre, в любой другой ситуации вы использовали бы без артикля. Capito la loro madre. Примерчик такой вам привела. La loro madre. ¿Habete capito questa parte della regola? Скажите, эта часть правила вам понятна? Все по ту сторону экрана следят за ходом моих мыслей. Bene, allora andiamo avanti. Ma che c'è? Certo! Угу Allora, l'articolo si usa con le parole guardate Fratellino Sorellina e quando ci sono le parole maggiore, minore Volevamo с вами проходили при следующих slide Если у нас fratello, sorella, артикль мы не используем. Брат, сестра, не используем артикль. Ma, cuando diciamo fratellino, братишка, sorellina, сестренка, уменьшительно, ласкательная для членов семьи, тогда тут же артикль снова появляется. Итак, mio fratello, никакого артикля. Tua sorella, например, твоя сестра, никакого артикля. Но если же il mio fratellino, la tua sorellina, тут же артикль. Вы понимаете, вместо mio может стоять tuo, suo, loro, например. То же самое касается там, где у нас la tua sorellina, опять-таки же может у нас стоять любое другое притяжательное местоимение на правило в данном случае, на появление артикля влияет уменьшительно, ласкательная форма существительного. Артикль мы согласуем с родом и числом существительного, к которому этот артикль относится. Sorellina femenile singulare, l'articulo la. Вот у нас sorellina, женский, единственное число, артикль женский, единственное число la. Далее, maggiore, minore у нас есть, старший либо же младший кто-то. Да, в данном случае артикль тоже появляется. Например, il suo figlio maggiore, его старший, minore, да, его младший сын. Либо же ее, ее старший сын, либо его младший сын. Мммм? Ммм? Андиамо аванти. Куаа... Че ена која да фааре. Добьямо... Иссерире л'artикол giusto, дове, не чесарио. Сучас, да регидрођзиаму Ставлеем артикл детяне апхайдима. Allora, uno, mio cane. Inseriamo l'articolo o no? Il mio cane. Perfetto, velocissimi, bravissimi, andiamo avanti. Due. Babbo, mio babbo o il mio babbo? Il. Perfetto, il mio babbo. Spermieniamo breve la babbo, mamma. Dispolsiamo da mio babbo, mia mamma, il mio babbo, la mia mamma. E tre. Tre, la mia mamma. Sì, ho già risposto a una domanda. Quattro, cocorita. Cocorita? È la mia cocorita. Bene, mio babbo o il mio babbo, madre, mia madre. Perfetto. Siete così, velocissimi, che sto guardando qua, poi guardo il risultato e vedo che avete già fatto tutto. Молодцы, да? Я не успеваю переключать свое зрение слева направо, чтобы видеть ваши результаты. Madre, у нас без артикля, mia madre. И fratello, mio fratello. Мы также не используем артикль. По правилу с членами семьи мы артикль не используем, когда перед ними стоит притяжательное местоимение. Исключения составляют бабо, мама, то есть с ними мы будем использовать перед притяжательным местоимением артикль. Также уменьшительно-ласкательная форма. Протелину, шорелина, например. Также слова maggiore, minore, например. Также слово loro, например. Ora voi scrivete mi per favore. Сейчас, мои дорогие друзья, хочу, чтобы вы мне написали то, что я вам произнесу на русском языке. Моя мама. Узанду la parola mamma. Моя мама. Сcrivete mi questo in italiano. Моя мама. Бене. Мои брат. Мои брат. Перфетто. Перфетто. М incent бод. Моя мама. МОй, билл-Фетти. ГОЛОСgado. Мои брат. Молrone. Моя мама. Моя мама. Моя мама. Моя мама. Мадом. Молк. Молкон��AR. В тарж하는데. Ми timing. Молк. Молка. Молк. тут есть persona, лицо, да, singolare, plurale, masculine, femenile, единственное множественное число, masculine, femenile, мужской, женский род. Итак, у нас в форме singolare, plurale. Например, vi leggo, masculine, singolare, да, читаю вам, masculine, singolare, mio, мой, tuo, твой, suo, его или ее, nostro, наш, vostro, ваш, loro, их. Обращаю ваше внимание, attenzione, non cambiamo la parola loro, loro всегда остается неизменным. Перед словом loro только артикль будет меняться в зависимости от того, какое стоит за словом loro существительное. Единственного числа, множественного числа, мужского либо женского пола. Например, la, loro, мама, их, мама. Лоро осталось неизменным. Мамма у нас, женский род, единственное число требует артикля, да, la, la, loro, мама. Ora, praticiamo un poco questa parola loro. Переземпио, их, ну, кто, попугай. Их, попугай. Их, попугай. Сcrivete ми, им italiano, их, попугай. Что, аспеттандо? Брависсими, sì. Ла, лоро, кокорита. Ла, лоро, кокорита. Bene. Ora, leggiamo, la forma femminile, mia, tua, sua, nostra, vostra, лоро. La forma plurale, masquile. Miei, мои, например, твой, твоi, свой, его или ее, nostri, наши, vostri, ваши, ну, и loro, их. Семинили, да, mie, например, мои, ну, кто, le miei, кстати, давайте напишем, мои сестры. И, ricordate la regola. Ma bene, ricordate la regola. Sorella e femminile. Sorella, сестра, существительная, женского рода. Во множественном числе, поскольку я прошу мои сестры, просто если мы берем слово сестры, мы меняем окончание а на окончание э. Получаем sorelle, сестры. Далее мы вспоминаем, а вот слово sorella употребляется с артиклем при притяжательном местоимении или нет? И вы вспоминаете, нет, не употребляется, а значит мои сестры прозвучат по-итальянски. Мие сестры. Мие сестры. Мие сестры. Дене. 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 И, скривямо амче мои братья. Майи братья. Майи братья. Скриветемело в итальянно. Вспоминаем сразу. Фрателла у нас требует артикля или же не требует при притяжательном местоимении. Не требует, вспоминаете вы. И пишите. Майи братья. Дене. Идемо авантин. Дене. Замечательно, дорогие друзья. Я думаю, что там нам все понятно. И поэтому, сейчас, мы делаем компанию. Добро пожаловать в прономе с основными словами для формирования фразы. Давайте посмотрим, если вы начнете лево и проявить эту тексту, чтобы получили эту тексту. Моя, твоя и лоро, ла Суа. Сорелла, фиглио, падре, мамма. Per esempio, mio figlio, 1b, bene, poi 2, tua, sorella, perfetto, 2a, tua sorella. Пой, и лоро, и лоро, и лоро, и лоро, и ль, вот уже перед словом лоро, артикль и ль подсказывает вам, что нам нужно существительное мужского рода. И лоро падре, да? Вы, может, спросите, так, а почему же у нас стоит артикль, падре же без артикля, при притяжательном местоимении. И тут вы вспоминаете, тут же слово лоро, конечно, или лоро падре, их отец. Слово лоро требует артикль перед собой, вне зависимости от того, какое следует существительное. Il loro падре. Если бы было, например, mio падре, артикля бы не было. Если бы было tuo падре, suo падре, nostro, vostro, артикль бы вы не ставили. Но тут слово лоро, оно требует артикль, со, и лоро падре. И последнее. И последнее. Суа мамма. Суа мамма. Бене! Пошли! Пошли! Ах! Говорите. Прономе поссессивно для статкова и плурального. Си? Как изменят формы? И, кстати, более подробная информация по теме «Притяжательные местоимения» изложена в уроках 11-12 курса Ешко итальянский для начинающих. Смотрите, что у нас тут изображено. Илькане. Это сколько собак? Илькане. Одна. Хорошо. Икане. Это значит собак у нас несколько. Посмотрите. Артикль мы поменяли. Иль поменяли на И. Поскольку у нас мужской род, единственное число требует Иль, множественное требует И. Кане заканчивается на Э. Во множественном числе Э меняем на И. Илькане и Кане. Кстати, а как вы скажете Каты? Просто Каты. Если с артиклем. Угу. Угу. Бене. Считаю правильные. Молто аттенти. Угу. Поначайте. Сантисимы регульно. Да, много правил уже знаете, я вижу. Хорошо. Итак, если мы говорим про одну собачку, тогда мы скажем, если это моя собака. Иль мио Кане. Иль туо Кане – это твоя собака. Иль шуо Кане – его, например, или ее собака. Мы поимем из контекста. Иль лоро Кане – их собака. И Кане – это уже у нас собаки. Работаем с формой множественного числа мужского рода. Мои собаки. Иньей Каней. Твои собаки. Как мы скажем твои собаки? Сcriвите, пожалуйста, твои собаки им двои собаки, и твой іл цита. Bene. А его собаки, или, например, ее собаки, acknowledgement на тактике, их или я, у одной Afghan первая жена, и свой сад который, например. А вот ИЛОРО КАНИ это уже их собаки, а ИСВОЙ КАНИ это его собаки, либо же её собаки. Понятно? ИЛОРО КАНИ, ИЛОРО КАНИ, СИ, КОКОРИТА, ЛА КОКОРИТА, ЭФЕМЕНИЛЕ СИНГОЛАРЫ, ЖЕНСКИЙ РОД ЕДИСНОЕ ЧИСЛО, там мы работали с мужским, здесь у нас ЖЕНСКИЙ, ЛА КОКОРИТА ЕДИСНОЕ ЧИСЛО, ЛЕ КОКОРИТЕ МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО. ИТАК, МИ СЕМБРА КАТУТТУ СЕДЖА КАПИТО ПЕРВОЙ, ТУТ УЖЕ ВСЕ ВАМ ПОНЯТНО, ЭСЕМПЛИЧЕ, ЭПЕРЧО, ИО ВИФАХЧО НА ДОМАНДА. Здесь я просто вам задам вопрос, потому что я думаю по аналогии с предыдущим слайдом и со всем тем материалом, который мы уже успели проработать. СКРИВЕТЕМИ ПЕРФАВОРЕ, напишите мне, пожалуйста, Come si dice in italiano? ИХ ПАПУГАИ 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 Да? Хорошо? Со словом ПОКУРИТА разобрались. То же самое касается всех существительных женского рода. Эй, guardate. МОСКИЛЕ СИНГОЛАРЕ И ПЛУРАЛЕ МОСКИЛЕ, еще разочек я вам демонстриру. Guardate you. Посмотрите вниз. Il mio animale domestico Il mio animale domestico Il mio animale domestici Мое домашнее животное Мои домашние животные Mio меняется на miei Tuo меняется на tvoi Suo Suoi nostro nostri vostro vostri loro остается loro. Хорошее слово, правда? Легко его достаточно запомнить. Оно никогда не меняется. Итак. Мое домашнее животное Il mio animale domestico Мои домашние животные I miei animali domestici Уже прочитаем. Я думаю, что здесь нам тоже все понятно. Мы просто здесь закрепили. La stessa cosa equa То же самое у нас здесь. Domenile singulare plurale То есть такой обобщающий слайд касательно женского Рода для единственного И множественного числа. La mia mucca da tanto laste La mia mucca da tanto laste Le mie mucca da tanto laste La mia mucca da tanto laste La mia mucca da tanto laste Туэ Туэ Суа, суэ Ностра, nostre Востра, vostre Трэ Лоро Астаётся Лоро Possiamo andare avanti? Угу Движемся с вами далше Да И Практичем И Практичем И 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 Павалло Смотрите Какое нас Ил Кавало Смотрите И И Ил 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 Шалите несколько вариантов, которые вам понравятся, можете выбирать любые варианты. Смотрите, пожалуйста, внимательно сейчас на эти парочку слайдов, чтобы запомнить этих животных. Ahora, «il tacchino». «Che è il tacchino?» «Tutto con il tacchino». «Il tacchino?» «Indiuk». «Bene!» «La capra?» «La capra?» «Casa?» «Il gallo?» «Casa?» 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 «La pecora?» «La pecora?» «Afsa?» «Allora, abbiamo visto» «La pecora?» «La capra?» «Il tacchino?» «Il cavallo?» «Una mucca?» «Che è?» Кого еще мы видели? Давайте вспоминать, особенно с последних слайдов. «Il maiale?» «Il gallo?» «Bene?» «Si» «Si» «Il tacchino?» «Indiukka». «Scriветemi, per favore, come si dice in italiano?» «Afsa?» «Hm?» «La pecora?» «Denne». «Allora, guardate cosa facciamo». «Dobbiamo inserire i processivi». «Nаша с вами задача» «Casa?» 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 « То, значит, в первое вставляем mio, tuo. Второе, la, твоя корова дает много молока, например. Или моя, или твоя, да. У нас есть варианты как mia, так и tuo, поэтому можем выбирать. La mia mucca da tanto laste. Tres, il. Или... Tвой кабан хрюкает, и твоя свинья хрюкает дни напролет. Например, пускай будет... Да, а что у нас, кстати, il suo, либо его свинья, да. Il suo. Il gallo mi zvelya on ni matina. Так, что с петухом у нас? Например, их петух меня будет каждое утро, да. И loro можем поставить. Далее, пятый пункт, la. Capra mia cosato. Меня забодала коза. Осталось выяснить, чья. Вариантов-то у нас сколько, чтобы использовать в пятом. Пусямо узары. Моя коза меня забодала. La mia capra. Их коза меня забодала. Их коза меня забодала. La... Если их коза меня забодала в пятом. Их коза. La loro capra. Если... Если твоя... Коза меня забодала. La tua capra mia cosato. Хорошо? Ле... Пекори белоно. Деют овцы. Чи. Чи. Остается только один, да. Суэ. Можем сказать, да. Других вариантов у нас пока не предполагается. И... И... ТАККИНИ НОНО ТРОППО ГРАНДИ. МАИ... Суа. ИДЮКИ... НЕ СЛИСКАМ БАЛЬШИ. И МИИ ТАККИНИ НОНО ТРОППО ГРАНДИ. ДЕРЕ. Андямо авантин. ДИ... КАМБИАТЕ ДАЛ СИНГОЛАРЕ АЛ ПЛУРАЛЕ. Что ещё мы с вами делаем? Мы изменяем единственное число на множественное. Итак. ИЛЬ МИО КАВАЛЛО. МОЙ КОНЬ. А если МОИ ЛОШАДИ? МЕЙ. ПЕРФЕЙТО. ЛА ТУА МУКА. Да. Своя корова. Свои коровы. Ага. Я всё жду. Я всё жду, мои замечательные дорогие друзья. Я вас попросила, пожалуйста, посмотрите внимательно на картинки на подписи животных под картинкой. Да. И только один человек. Вот сколько прошло. А я всё жду. Я думаю, ну интересно, внимательно или не внимательно? Внимательно или не внимательно? Пожалуйста. Давайте мы сделаем с вами следующую вещь. А, ещё и раньше кто-то написал. Вот, понимаете, проверка называется на внимательность. Я говорю, товарищи, пожалуйста, очень внимательно посмотрите на картинки. Да. Замечательно. Кто-то ещё раньше написал, я прошу прощения, что не заметила. С двумя, конечно, жила. УНА МУПКА. Да. УНА МУПКА, УНАВАКА. Специально привела через флешм два примерчика. И там две чьи. И там две чьи. Да. Да. Хорошо. Хорошо. Я прошу прощения, что я не заметила, что Татьяна была первой. Хорошо. Но мне очень приятно, что вы всё-таки прислушались и что вы были внимательны. Перфейсо. Это очень здорово. И это меня радует. Теперь я понимаю, что действительно вы следите за тем, что написано. И так всегда вы должны делать. Хорошо. Вене. Оран, я вам авант. Итак, МУПКА. Запоминаем, что там две чьи. Те, кто решил пропустить мимушейные слова. Внимательно на картинке. Запомните, как подписаны у нас животные. Не отчаивайтесь. У вас ещё будет шанс реабилитироваться. Пусть я мандараванти. Так. Движемся с вами дальше. Замечательно. Тре, да? У нас. Il nostro maiale. А если это наши свиньи, тогда i nostri maiali. Bene. Quattro. Il suo gallo. Их петух. То есть их. Его петух. Либо её петух. Да? А если его или её петухи. Да? И свой galli. 5. Ла лоро капра. Ла лоро капра. Ла лоро нас остается без изменения. Перфето. Пой. Ла мия петуха. 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 Уже запомнили, я думаю, что все. Хорошо, кстати, очень полезно склинивать что-то специально с ошибочкой, просить быть внимательными, тогда, как показывает практика, вы концентрируете внимание максимально. Идем аванти. Так, у барцелетто. Пиколо, первой. Знаешь, что говорит корова-лошади? Это колька идея. Знаешь, что говорит корова-лошади? Ничего не говорить, потому что коровы не разговаривают. Да, мы у нас не устраиваются, вряд ли это можно назвать разговором, поэтому на вопрос, что же говорит корова-лошади, да, мы отвечаем ничего, потому что коровы не разговаривают. Знаешь, это такая? Шуточка для вас, на барцелетто. Шуточка такая маленькая. Гонки scared, но это конечно же. Ваши люди! Я разговариваю, что все проблемы, которые там думают о галлине-восоз SL-8. Ну, хорошо, можете сделать и сейчас, так будет нам проще смотреть. Галина и ди, курица, поли, дуэ, а, цыплята, бене, тре, анатра, тре, ды, анатра, это у нас утка, тре, ды, а в зино, осел, соответственно. Ora, questo video è per bambini. Это детское видео, поскольку взрослые редко интересуются тем, что говорят животные, я предпочла показать вам коротенькое видео, вот оно. ...настроение и закрепить ваше хорошее настроение, которое было в сессии нашего с вами. Ну, и, конечно же, для вас закрепить название животных и послушать, как они говорят. Все готовы? Гвартиама. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...